Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня снова мы поговорим о ценах. О ценах на продовольствие. Тема горячая еще с осени прошлого года. Причем, вы сами понимаете, даже обидно мне, как покупателю, обычно, как у нас считается, осень, урожай, с бог висколько времен. Наоборот, цены либо не растут, либо падают. И вы помните, как подскочили цены, причем на такие народные продукты, наши, отечественные, не на каком-нибудь импортное оливковое масло. Дескать, бакс подскочил, и масло подорожало. Кстати, самое смешное оливковое масло особо не подорожало. Самое, что смешное, подорожало наше русское подсолнечное масло, и не только, и сахар. И вроде бы правительство предприняло меры, тем не менее, статистика за январь, что цены выросли на 7%. Такого не было 5 лет, такие данные лента.ру приводит. Причем, опять-таки, самое, что обидное, дорожают самые такие народные продукты. Куриные яйца, макароны, крупы и так далее. То есть, опять-таки, речь не идет о новозеландской баранине, к примеру. Что происходит, и можно ли что-то в этой связи сделать? А со мной, конечно, главный известный русский вопрос, кто виноват. Об этом мы сегодня постараемся поговорить с гостями нашей студии. Хочу их представить. Это Светлана Викторовна Максимова, депутат Государственной Думы, член комитета по аграрной политике нашей Госдумы. Ну, а самое главное для меня, она лично, знаете, в первую очередь, человек, который вот своими руками, что называется, делает. То есть, просто наш простой русский фермер. Добрый день. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт Галина Константиновна Лапушинская, доктор экономических наук, которая прям бегом с лекцией к нам примчалась специально, чтобы дать ответ на этот вопрос. Галина Константиновна, добрый день. Добрый день. А вы можете звонить по телефону 3190. Мы сегодня говорим о ценах на продовольствие. 3190. Если вы покупаете, а может быть, вы работаете в торговых сетях, а может быть, вы производите, звоните. К сожалению, многие наши крупные производители не смогли к нам прийти на эфир. Вот все, у них какие-то дела, еще что-то не до нас им пока. Ну, будем надеяться, что они, может быть, сейчас как раз потому, что не пришли, что борются, наверное, с ценами, думают, как же так сделать, что масло-то опять подешевело. Или сахар тот же самый, или яйца. Ну что ж, дамы, уважаемые, скажите, давайте все-таки вернемся в осень прошлого года. Вот, Светлана Викторовна, вот ваше мнение как человек, который, опять-таки, еще раз говорю, сам производит, а не просто там где-то в Северном Переях. Что произошло? Да, производила я, да, я производила, но тем не менее я до сих пор работаю сельхозпрометом. Сельхозпроизводителями, работаю в аграрном комитете, возглавляю союз фермеров наш, Тверской. Вот, и поэтому общаемся, вот буквально недавно у нас съезд был, и мы общались со всеми, конечно, сельхозпроизводителями со всех регионов. И, конечно, поднимался этот вопрос тоже. Сельхозпроизводители, вы знаете, они очень как бы обижены. То, что именно на них все, почему-то сразу, глава нашей страны сразу вышел на Патрушева, на министра сельского хозяйства, типа того, что предприниматели резко подняли цены. Сельхозпроизводители резко подняли цены. Ну, вы знаете, самое-то интересное, вот я и как депутат, да, и просто как такой же покупатель, я хочу сказать, что, дорогие мои родные, Дело в том, что, во-первых, цены формируются всегда, когда? С весны. Когда начинается посев, когда закупают зерно, когда закупают дистопливо, электроэнергии, ну и все остальное, да? И тогда сельхозпроизводитель, он формирует цену для того, чтобы сказать, какая цена будет осенью. Но, к сожалению, увы, мы сейчас живем в такой стране, это не Советский Союз, где все планировалось, да? Мы сегодня захотели рыночную экономику, мы ее получили. И теперь получается, что у нас все отрасли, которые необходимы и для сельхозпроизводителя, это и энергоресурсы все, они могут в любой момент подорожать. Мы зависим от доллара, мы зависим от валюты. И поэтому, даже если, самое интересное, если даже падает, добывают нефть, нефть падает, то цена почему-то на дистопливо и на бензин растет. Но самое-то прикольное всегда для меня, и мы всегда это обсуждаем, то, что всегда, вот вы же помните, да, было время, когда, ну, дистопливо, ну, сколько оно стоило, там, 8-9 копеек, да? А бензин стоил уже, там, 30 копеек, ну, дороже. Ну, потому что его из дистоплива перерабатывают. Вот, на сегодняшний день дистопливо стало дороже, вы посмотрите, металл подорожал, все дорожает, электроэнергия дорожает. Так каким образом сельхозпроизводитель, если у него себестоимость растет, если у него тарифы повышаются два раза в год, каким образом он сможет удержать цены? И я хочу сказать, что самое-то интересное, что все-таки сельхозпроизводители, они не настолько увеличивают цены. Вот, а давайте вернемся мы к переработке. Плюс переработка. Ну, хотя я бы сегодня переработку, вот, как, допустим, наши хлебопеки, я бы их тоже защитила. Потому что они сегодня тоже, в общем-то, очень страдают от всего вот этого, от тех же ресурсов. Работодатель снизить зарплату не может, не может, посадят, да? Налоги платить должен, не будет платить, посадят. И так далее, и тому подобное. И поэтому сегодня, на сегодняшний момент, я думаю, что надо рассматривать все-таки это третье звено. Это торговля. Вот там, да. Вот буквально на съезде мы говорили, морковка сдает фермер морковку, допустим, по 25 рублей, да? А выходит она в магазине, она уже 50 рублей. Так кому надо обращаться? К министерству сельского хозяйства или все-таки к министерству торговли и промышленности? Мне кажется, что вот зло-то там зарыто. Все-таки вот все эти магазины, да, мы понимаем, что, во-первых, это магазины, во-первых, хозяева сидят за бугром все этих магазинов. И они ничего не боятся. Они могут взять производство, продовольствие российское на продажу у фермеров, у сельхозпроизводителей. А могут сказать, что не подходит не тот калибр картошки. А когда приходишь в магазин, там не то, что калибр, там вообще кошмар. Картофель грязная, лопнутая. Я тут купила буквально недавно картофель. Вы знаете, я была в шоке. Два килограмма купила, начала чистить. Чищу, чищу, она вся черная. Ладно, я взяла картофель, следующий картофель, взвесила на весах и взвесила то, что у меня получилось. Картошка была 230 грамм, а то, что от нее осталось, 40 грамм. Вот вы понимаете? И это не наша картофель, не наш картофель. Поэтому, а где наш? Вот это вопрос. Вот я всегда говорю, вы знаете, у нас сельхозпроизводители, ну, Тверской регион, у нас регион картофельный. Хлеб мы не производим пшеницу, но картошка это второй хлеб. И на сегодняшний день получается так, что скоро картофель тоже перестанут у нас сажать. А невыгодно. Не берут. Невыгодно стало. Себестоимость высокая. Смотрите, у нас есть такой фермер в Молоковском районе Кукунгин. Это Николай, это просто картошка у него, это просто фантастика, вкусная, чистенькая всегда. Я у него была в хранилищах, он опять сейчас в хранилище, сейчас еще два джиндира купил. Это на то, что он заработал, вырастил картофель. Но самое-то прикольное, что на наших прилавках ее не увидите. Она идет на север, она идет куда угодно. Наши сетевые магазины не берут эту картошку. Они понимают, что картофель у него недорогой был. Я покупала, вот у него осенью мы картошку у него брали, по 9 рублей. Ну, ребята, извините. Это дешево. Это дешево. А в магазине почем этот картофель? В магазине я купила... 15 рублей было осенью. Да какой? 3 килограмма картофеля, вот буквально... Господи, сколько же... Получилось по 30 с чем-то рублей. По 37 или по 36 рублей килограмм картофеля. Ну, извините. И о чем, почему мы сельхозпроизводителей говорим, что они виноваты? Дистопливо выросло, свет неимоверно растет. А им нужно же, допустим, тем же, кто зерно выращивает, им же нужно еще сушить это зерно. Я вас извиняюсь, перебью. Нам сейчас нужно выпустить рекламу буквально 3 минуты. Не переключайся. Говорим сегодня о ценах на продовольствие. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о ценах на продовольствие. Причина, почему так выросли. Как говорится, кто виноват и что делать. Вы нам, кстати, звоните по телефону 300-190. Вы же наверняка тоже все ходите в магазины. Сами покупаете. Галина Константиновна, а вот на ваш взгляд, опять-таки, кто виноват в первую очередь? Ну, вы знаете, тут много факторов сыграло свою роль, но в 1995 году, в свое время, Нобелевскую премию по экономике получил некто Лукас за теорию рациональных ожиданий. Фактически, речь шла о том, что когда информация поступает многим компаниям, потребителям, они на этой информации делают определенные выводы, то есть выстраивают свое поведение так, чтобы учесть вот те звоночки, которые прозвучали сейчас о будущем. Вот мы же понимаем, что 12 февраля Центробанк Набиулина выступили с заявлением. С каким? С тем, что максимальный размер инфляции в Российской Федерации ожидается в феврале месяце. А потом, а потом правительство Российской Федерации будет проводить политику, нацеленную на сохранение годового уровня инфляции на запланированном уровне. Компании абсолютно точно же рассуждают как? Год выборов в Государственную Думу. Естественно, будут ввести процедуру сдерживания. Естественно, будут укреплять рубль. Потому что начало года конец, в данном случае политика была мягкая. Никто не смотрел, что там происходит в реальных затратах производителей. Важно, что наполняемость бюджета была хорошая с выручки валютной, которую в рубли переводили. С этого и налоги удалось заплатить больше. А это поэтому у нас, несмотря на сильное укрепление, рост нефти рубль практически не укрепляется? Да, несомненно. Смотрите, очень большие в 2020 году были социальные обязательства государства. Очень большие. Большой объем господдержки вновь введен. Были введены беспроцентные кредиты на заработную плату, чтобы сохранить рабочие места. Поддерживали ситуацию с людьми предпенсионного возраста по закону. Не можем удалять. Поддерживали производителей, которые вкладывали средства в технологическую модернизацию. Но откуда-то эти деньги надо брать в условиях локдауна, когда компании не работают, когда население сидит дома и доходы его не формируются. В этом случае падение курса рубля – это очень понятный вариант. Почему? Потому что все компании, которые продавали продукцию за рубеж, даже при неизменности тех договоров, выручку переводя в рубли, получали ее много больше. Например, в Сургут нефть и газ, у него прибыль впервые с 2014 года была наибольшей в 2020 году. Пандемия в четыре раза по сравнению с 2014 годом поднялась. Понятно, что и в бюджет заплатили в рублевом эквиваленте больше. А вот сейчас пошла вторая волна. Почему вторая волна? Понятно, что сырье, удобрения, материалы многие закупают за ту же валюту. А значит, тратят больше. Тратят больше – это надо покрыть. Значит, это надо вложить в издержки. Сельхозпроизводители, они на самом деле вкладывают затраты весны, зимы, даже подготовки в то, что они получат осенью. А им где-то надо кредитоваться, а значит заплатить проценты. Где-то у них уже убытки возникли по прошлому году, и они пытаются их погасить. То есть каким-то образом на спросе это покрыть. Кроме того, увеличился минимальный размер оплаты труда с 1 января. Что это означает? Это означает, что и повысятся издержки на заработную плату. А у многих сельхозпроизводителей достаточно много вакансий, которые на грани этой минимальной оплаты труда. Те, которые в сельской местности, например, работают. Понятно, что у них издержки точно вырастут. И в этом случае все формируют так называемую подушку безопасности. То есть пытаются, пока есть спрос. Пока, например, сети берут. На посолочную массу спрос будет всегда. Или на макарон те же самые. Это же не ананасы. Нет. Ну что вы, Роман. В этом случае все пытаются тоже сделать запас. Почему? Потому что в условиях, когда все произносят, что инфляция будет расти, а беспрецедентная инфляция сейчас 0,2 показывает Центробанк за неделю февраля, то есть за каждую неделю по 0,2 мы накручиваем в ценах, то в данном случае население начинает делать запасы. Что в запасы идет? Греча, рис, крупы, да? Макароны, то, что лежит, товары, которые могут лежать. Подсолнечное масло. Обратите внимание, у нас на молоко, творог есть Росцен, но не такой. На мясо свежее тоже, ну не скажу, как-то курять-то сильно подорожало, но не как посолочное масло. Ну извините, мясо куры, мясо птицы, оно связано, хотим мы или нет, с тем, что кормят птицу зерном. А зерна-то у нас все время переурожает. Нет у нас большого объема зерна, потому что по осени, вот Светлана подтвердит, большой объем зерна ушел на экспорт. На экспорт ушел, но я хочу сказать, что... Потому что хорошо платили на мировом рынке, мы тоже формировали и компании, формировали и домов. А как же продовольственная безопасность, которую нам говорит правительство федеральное, какая же безопасность, когда все свое зерно продали на экспорт? Нет, нет, ну его никто не продал. Не все, не все. Дело в том, что мы получили огромный урожай, 132 миллиона, да, и всего 50 процентов, 50 миллион тонн ушло на экспорт. А остальное, у нас же здесь тоже же определенное количество, допустим, на хлеб, там, допустим, нам нужно на хлебопеком, там, 30 миллионов, для, ой, нет, наверное, обманываю, 10 миллионов, для животных, для животноводства сельхозпроизводителей, там, 30 миллионов, да. И, в общем, в принципе, нам же Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно производить больше зерна для того, чтобы его продавать, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Это же хорошая валюта, зерно, мы сейчас самые весомые на этом рынке. Вот, поэтому я думаю, что нужно, наоборот, увеличивать экспорт. Ну, вообще-то здесь спор есть, кто говорит, что... Ну, здесь, вы знаете, здесь позиция, когда надо какой-то баланс находить, и это очень тяжело. Например, сельхозпроизводитель, который производит зерно, у него в 20-м году были издержки на сидение дома его работников, на риски сбора урожая, да, в таких условиях. Да, они сидели дома. Там же, помните, с самого начала, по весне того года, целый список был специальностей, профессий, которые не должны сидеть дома. Это помимо военных медиков и так далее. И, кстати, наш журналистов, насколько я помню, и все, которые прямо это продовольствие производят. Ну, в марте-то месяце сели все, а это был вариант, когда сельхозники каждый день на многих территориях ощущали. Но все равно категория 65+, которую по возможности планировали перевести в онлайн-режим. Вопросы взаимодействия с транспортными компаниями. Сельхозник может работать замечательно, а транспортная компания, если чего-то не вывезет, то ему надо где-то складировать. Кроме того, у него все равно возрастали риски, связанные с падением рубля. Многие семенной фонд закупали по осени и встраивались в то, чтобы его дохранить до посевного сезона. И им на это нужны были деньги, и брались кредиты. И в данном случае многие проекты, которые были заложены в сельхозподдержку, их все равно при любом раскладе, есть доход или нет, у сельхозпредприятий их надо было реализовать. Потому что в этом случае они господдержку бы не получили. А многие входили в этот пул господдержки проектами еще до пандемии, рассчитывая, что они будут нормально работать весь сезон. Тут много нюансов, которые влияют на это. И поэтому продажа зерна за границу для них был источник хорошего получения, гарантированного получения дохода. В данном случае они оставляли себе, конечно, пул. Но если есть возможность поднять цену на продажи зерна, почему он не поднимет? Он его поднимет, естественно. А подняли зерно, естественно, среагирует птицефабрика. Естественно, мясо птицы возрастет. Здесь хуже другой момент, что у нас нет, не предусмотрено в законодательном регулировании ограничения торговой наценки. Нет у этого. А оно может быть? К примеру, в США есть? Или в Бельгии, в Голландии? Есть, конечно. Есть ограничения. Причем ограничения не такое жесткое, что 100% и ты больше поднимать не можешь. Нет, там просто увязана величина наценки с той величиной налога, которую ты с этой наценки заплатишь. То есть ты будешь делиться с государством. Чем больше ты устанавливаешь цену, по которой ты готов продавать, тем больше ты будешь отдавать государству, которое будет эти последствия сглаживать. У нас этого нет. Если торговая сеть поставит наценку в 200%, то сельхозпроизводитель отдал гарантированно продукцию заради бога, лишь бы у него не сгнило, лишь бы забрали. Вот вариант, что картошечка прошла по размеру, то есть сеть забрала. Но это вовсе не значит, что потом торговая сеть 300% не поставила или 200% наценки и не сказала, а вот хочу. Все равно заплачу столько, сколько установлен. Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, что в прошлом году, когда у нас все это началось, у нас особенно Юг пострадал, сельхозпроизводители Юга, но и наши тоже пострадали. Мелкий бизнес особенно, потому что у них вообще ярмарки закрыты, рынки закрыты, магазины не берут их товар. Все, они вообще не знали. Мне послали по Фейсбуку кучу видеороликов, как мелкий бизнес на юге выбрасывает огурцы, выбрасывает морковку. Вот вы понимаете? И поэтому, конечно, они должны были как-то все это возместить. Вот. И тоже молоко. Молоко даже у нас, у сельхозников, выливалось просто-напросто на улицу, потому что некуда его было девать. И ребята потом, вот сколько мне звонили, говорили, ну, я говорю, вы хоть телятом поите как-то, ну, хоть что-то. Вот. Они говорят, мы не знаем, что делать. А как раз это был март-апрель, как раз отелы начались, опять увеличилось молоко. Понимаете? Поэтому здесь вините сельхозпроизводителей. Здесь очень страшная ситуация была в том, что на самом деле компании малые, крестьянско-фермерские хозяйства, где-то вот дворовое хозяйство, они ориентировались на эти ярмарки, на продажу на ярмарках выходного дня, на сдачу молока мелким оптом, да, ну что там на переработку. Потому что в этом случае они четко знали, куда. Крупная сеть не берет у индивидуальных производителей, потому что невыгодно. Где гарантия? У него сегодня есть на продажу картофель, там, пять мешков, условно говорю, а завтра он эти пять мешков не найдет, чтобы там, типа, постоянно привозить. И, конечно, пострадали те, кто обеспечивал фактически вот этот вот вариант нормальных цен на непосредственно поиск потребителями качественного товара, недорогого. Когда есть риск выбора, пришел, посмотрел, увидел, понравилось, не понравилось, взял, не взял. Потому что, ну, на рынки, на базары, на ярмарки кто ходил? Ходили те, кто пытался найти качественную продукцию и недорогую при этом. Чтобы она была экологичная, чтобы четко, посмотрев в глаза производителю, понять, с помощью чего готовили. Конечно, они-то, знаете, они-то ходят к одному и тому же производителю, они ждут, особенно бабушки, они ждут, когда приедет на рынок Анкинович со своей картошкой, потому что именно вот эта картошка ему нравится. Или там мясо, когда приедет решетняк Александр Старшка, будет свою продукцию продавать. Или Огурцова тоже со своей продукцией, со своими пельменями уже готовыми и все остальное. Вот. И поэтому, конечно, когда вот это вот лишили их всего этого, но самое-то главное, у нас закрылись садики, в некоторых районах еще фермеры поставляли там в садики, в школы продукцию, а тут все позакрывалось, и все, и проблема была очень большая. Это тяжелая проблема была, почему? Потому что на самом деле, вот тот же Весегонский молокозавод, у них самый крупный объем поставок идет именно по бюджетным учреждениям. А мы же понимали прекрасно, если садики не работают, а садики, это не как школы, которые формировали какую-то продукцию, да, и выдавали, потому что эта продукция оплачивалась государством. А в садиках это плата родителей. Понятно, что дети сидят дома, садики не работают. И если даже есть контракт на поставку молока, а куда его везти? А выбирали молокозаводы, госконтракты не просто так, потому что это был гарантированный сбыт. Куда его девать? Естественно, конечно, там, где могли, шли в переработку, но не у всех и такое оборудование было. Плюс к этому, давайте мы посмотрим, в основном тарная упаковка вся в пищевке, она импортная. Мы закупаемся, а сейчас, значит, мы затратим еще больше средств в условиях, да, падения рубля на тарную упаковку. Понятно, что затраты на продукты питания, которые требуют вот этой упаковки, не просто там в пакетик зафасовал, да, а молоко, сметана, то есть то, что вот непосредственно без упаковки не продашь. Оно еще по издержкам вырастет. И это учитывает. Мне показывают мои коллеги, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня у госпожи Максимовой, вот какого порядка. Скажите, пожалуйста, вот вы тут все говорили, что промежутки все накручивают, да. Вот я ходил на базар фермерских пили. И вот на базаре продукты фермерские стоят дороже, чем в магазине. Это же прямая поставка, продают фермер. Почему? Разве может фермер прокормить страну? Если вы ориентируетесь на Америку, то там фермерское хозяйство имеет более трех тысяч гектар. А вы, сколько вот вы, лично, ваше фермерское хозяйство имеет в собственности пахотных угодий? И соблюдаются ли там все в оборот? Всего доброго. Жду ответ. Спасибо большое. Ну, вы знаете, по поводу ярмарок выходного дня, да, действительно, там продукция немного дороже, чем в магазинах. Но вы же понимаете, что там, во-первых, это штучный товар. И, во-первых, во-вторых, это экологически чистый товар. Если крупные хозяйства, они производят промышленный, он тоже хороший, но это более промышленные масштабы, большие поставок, то фермерские хозяйства или там личное подсобное хозяйство, у них есть там 10 бычков. Вот правильно вы говорите, что в Америке там огромные, там вообще только одни фермеры. А у нас в России, у нас вот именно, почему это и ценно, почему в любой, зайдите в любой магазин Азбука Вкуса, где у них есть товар только фермерский, он намного дороже, что молоко, что творог, потому что это совершенно другой продукт, это качественный продукт. А у меня фермерского хозяйства нет, так как я депутат Государственной Думы, я не имею права заниматься индивидуальным предпринимательством. Но когда я была фермером, у меня, правильно, у меня небольшой клочок земли и свою продукцию я также сдавала в школы, сдавала в детский сад, тогда это можно было. Вот, и поэтому, ну вот, наверное, я удовлетворила ваш вопрос, потому что, ну, фермерский продукт, это совершенно, там все вручную делается, а не как роботы делают на промышленных предприятиях. Ну, хорошо. Скажите, ну вот эти меры правительства, которые оно предприняло в конце того года, как вы оцениваете? Результат будет? Ну, вы знаете, про результат говорить сразу достаточно тяжело, особенно с учетом того, что мы не знаем, даже предположить не можем, насколько удобным, хорошим для производства сельхозпродукции будет лето 2021 года. Потому что, конечно, очень многое будет зависеть от того, как удастся им в 2021 году отработать. Но давайте произнесем следующее, что даже изменение законодательства, которое произошло, вот с 1 января мы перешли на новый минимальный размер оплаты труда. Мы стали по-другому считать прожиточный минимум. Вот это достаточно рисковая вещь. Почему? Потому что мы будем считать по медианному принципу, от того, что сложилось в реальной экономике. А раньше у нас был привязан прожиточный минимум к набору товаров, которые на этот прожиточный минимум можно было купить. С одной стороны, хорошо, что мы на медианной перешли. Мы более привязали это к реальной ситуации. А с другой, это как всегда, есть свои минусы. Мы перестали держать прожиточный минимум в зависимости от набора товаров, которые на него можно купить. Что это значит? Это значит, если мы возьмем к концу года 2021 набор товаров, который входил в потребительскую корзину и посмотрим по ценам. Вот только тогда мы сможем сказать, насколько реально упали или поднялись доходы граждан. Потому что так-то, так даже прожиточный минимум у нас увеличился. Стал, если не ошибаюсь, 12 792 рубля. А был 12 162. Ну, порядка 800 рублей, то есть увеличился. А вот насколько это хорошо, это можно будет понять только исходя из того, а сколько мы смогли купить на этот увеличившийся доход. И не съела ли инфляция этот рост? Эти, да, 800 рублей. И вот тут, конечно же, очень важным становятся дополнительные действия, которые предприниматели должны осознавать, понимать, что государство и в 2021 году будет расширять господдержку сельхозпроизводителей. Смотрите, какой важный момент на самом деле. То, что заявляет государство, что эта господдержка будет, только тогда будет господдержка, когда сельхозпроизводитель за ней обратится. Если государство заявляет, что будет вот это, вот это, вот это, а сельхозпроизводитель говорит, не пойду, я боюсь, я что не погашу беспроцентный кредит, не обеспечу все условия, которые государство ставит для получения субсидий. То в этом случае и не получится той реальной ситуации, на которую правительство ориентировано. Вот этот важный момент, важно, чтобы правительство услышало фермеров, то есть поняло, что же конкретно они хотят от этой господдержки получить. Ну, яркий пример, это когда реализовывали в прошлый президентский срок кредитование сельхозпроизводителей через Россельхозбанк. Указан нацпроект, поддержка сельхозпроизводителей, но поддерживали-то Россельхозбанк, а не посредственно сельхозпроизводители. То есть хочешь получить кредит по льготной ставке, обращайся в Россельхозбанк. Поддержка очень часто до сельхозпроизводителя-то не доходила, потому что производитель, когда подсчитает, сколько ему надо отдать за этот кредит, он в Россельхозбанк не обращается. И поэтому здесь вопрос результативности, конечно, будет зависеть от того, чтобы вот вся эта цепочка, от производства до нас, то есть до прилавка, она попадала под госрегулирование. Если мы будем критиковать, контролировать, регулировать только сельхозников, не будем затрагивать переработку, пищевые предприятия, не будем затрагивать торговую сеть, то то, что обеспечит на снижении цен, например, выжимая, как только может, сельхозпроизводитель, ничего не даст в конце. Мы все равно будем иметь, что вот его старания торговая сеть просто убрала одним рощерком цены на товарном ценнике. Вы знаете, я хочу сказать про нацпроект. Да, благое дело было, и очень многие фермеры, в том числе и я, брала по нацпроекту, субсидии государство нам возвращало. Очень выгодно, очень удобно. Но как только заработал нацпроект, у нас это всегда. У нас сразу выросли цены на дистопливо резко, у нас резко выросли цены на технику и так далее и тому подобное. Я знаете, когда государство начинает что-то субсидировать, увеличивает субсидии, это всегда на руку людям, которые обеспечивают тех или иных людей. Ну, в нашем вопросе это сельхозпроизводители. Чем больше им дают субсидии сельхозпроизводителям, энергетики повышают, электроэнергию, дистопливо повышается. И поэтому здесь нужно, наверное, рассмотреть как-то по-другому. Вот я когда в Финляндии была и возилась туда своих фермеров, в Финляндию, там очень просто. Вот, допустим, дистопливо дорогое, но для фермеров это зеленые талончики, которые государство выдает для сельхозпроизводителя. Они рассчитывают, сколько гектар, сколько площади, что они сеют в зависимости от культуры. И столько дают им. Хочешь продать? Да ради бога, продавай. Тогда будешь сеяться на дорогом дистопливе. И поэтому каждый фермер может получить это дистопливо дешевое относительно. Вот. Вот я думаю, что нам тоже надо вот пойти вот по этому, я уже давно об этом говорю, что все-таки нужны вот эти карточки. И электроэнергия. Ну, неправильно, когда энергетики делают, если ты крупное хозяйство, много электроэнергии потребляешь, то она тебе за 2 рубля. А если это мелкое хозяйство, это же понятно, что употребляет он электроэнергии мало, но она у него дороже в 3-4 раза. Но это неправильно. И этого маленького фермера придут 25 раз проверить счетчики, все оборудование, все перевернут им, но для того, чтобы где-то что-то ущемить. А попробуй к крупному, приди, проверь их там, когда у них там столько много всякого оборудования, а мелкого, пожалуйста, и штраф можно приличный. А для того, чтобы подключиться, это же просто кошмар. Ну, это поэтому и, например, малые торговые точки разорялись. Почему? Потому что им конкурировать с крупной сетью практически невозможно. Особенно в условиях, когда население не ходило по магазинам, многие перешли на закупку через электронные платформы. Одно дело, крупная сеть делает общую разработку электронной платформы или находит того, кто будет эти продукты доставлять, закладывая в издержки. Мы вот и говорим о магазинах шаговой доступности, с которым мы с губернатором тоже говорили на эту тему, Игорь Михайлович, поддерживает, что должна быть своя сеть сельхозпроизводителей, свой должен быть небольшой рыночек для ярмарки выходного для фермеров, для того, чтобы житель в микрорайоне вышел и купил продукцию, которая ему нужна. И тем не менее, вот товарищ, который мне задал вопрос, он же не пошел в магазин, а пошел на ярмарку. Дороже мяса? Ну, когда варишь борщ, оно борщом пахнет, мясом пахнет, понимаете? Ну, все правильно, у него же был выбор. Пойти купить дешевле, если он знает, где это дешевле, или пойти на ярмарку, где дороже. Ну, понятно, ручной труд всегда стоил дороже, и везде стоит дороже. Там купишь колбасу, так она колбасой пахнет, там мясо натуральное. Не, ну выбор-то у него на самом деле есть, но в данном случае, конечно, вот малые крестьянско-фермерские хозяйства, да, малые переработчики, которые тратят достаточно много, чтобы произвести ограниченный объем продукта, они чаще всего не имеют хорошего сбыта, но нет у них. Вот у нас в Советском Союзе были такие кооперативы, да, которые собирали... Потребкооперация. Потребкооперация, да. Которые собирали у производителей продукцию, а потом продавали. И, в принципе, для сельхозпроизводителей это было удобно и выгодно. Почему? Он приехал, купил, и, естественно, как он там будет продавать, это его дело, но это гарантия. А в чем проблема? Но, к сожалению, потребкооперация у нас вся теперь в собственности практически, это раз. Но я хочу сказать, что кооперативы есть. И сейчас вот взять Татарстан, там практически все фермеры, они объединились. Вот, пожалуйста. У нас, допустим, мне буквально недавно ездило в Осташков, и ребята из четырех районов, Осташковский, Пеновский, Андреапольский и Сележаровский районы, ребят, несколько человек, мы в Ниловую пустыню собирались, общались, потому что Ниловую пустыню, там тоже у них свое есть такое подсобное хозяйство. И мы проговорили, что да, действительно, сбыт продукции, надо объединять в кооперативы, строить свои небольшие павильончики придорожные, как говорил всегда Владимир Абдулевич Васильев, про торговлю на дорогах. Ну, вроде, как бы торговать сейчас на дорогах, как бабушке, как-то неприлично. Вот. А вот поставить павильончик и продавать в этом павильончике сельхозпродукцию, я считаю, что это очень даже нормально. Ну, опять-таки, поставить павильончик неким образом стандартизировать, да? Да. Ну, понятно, что не будет здесь такой павильончик, там такой. Конечно, конечно. Но при этом тогда вот такие малые формы продажи, малые торговые точки надо отдельно выделять в регулировании. Понимаете, если не замечать, что помимо крупных торговых сетей есть мелкий производитель, который отдельным образом работает. Да, мы запустили закон о самозанятости. Обратите внимание, на конец 2020 года достаточно и в Тверской области достаточно много, больше там тысячи человек эту новую форму попробовали. Но, но это ситуация, когда мы все риски на них переложили, да? Да. Ну, ты производишь непостоянно, ну, ты выкладываешь в сети, ну, ты заявляешь о каком-то своем доходе, да на здоровье. Но это не идет как особый вариант поддержки малых сельхозформ, малых пищевых предприятий. Потому что для сельхозпроизводителя очень часто не вот этот объем важен, а важна экологичность продукции. Вот он говорит, я своими руками собрал. Вот ты посмотри у меня, помидорчик к помидорчику. Но в данной ситуации мы прекрасно понимаем, что этот его помидорчик к помидорчику соревнуется не с крупной сетью, не с крупным тепличным хозяйством, а очень часто соревнуется там с поставками из Израиля, даже редиска, с поставками из Польши яблок. Ну да, есть санкции, есть ограничения. Пандемия определенные границы закрывала, да, продукцию не давала реализовывать здесь. Но в данной ситуации ничего не поменялось. Если он не выращивал яблоки, когда полностью вытесняла с российского рынка яблочную продукцию Польша, то просто так, хлопнув по щелчку пальцев, завтра здесь будет яблоневый сад, он будет давать яблоки, и я готов их продавать более дешевыми, не будет. То есть потребуется время. Да, санкции они привели к тому, что, обратите внимание, это первоначально резко возросли цены на сыры. Сейчас, в принципе, достаточно много. А сколько производят наших фермеров сыров? Компании стали производить, сколько много фермеров российских стали производить Бри, Пармезан, Маздан, нашего производства. Но на это потребовалось время. Плюс к этому, понятно, что они закупили оборудование. Очень часто оборудование, которое идет в сельское хозяйство, оно импортное. Так больно свой дешевый Пармезан-то. Просто я вижу, я знаю эти фермеры, но цена на него сопоставима с импортным, который привезли за тысячи километров, который за валюту купили, таможни и так далее. И тем не менее, вот этот, который довезли, там сколько, 30 километров, 50 по Тверю, он почти стоит столько же, как так. Притом, что наверняка русский фермер своим подсобным рабочим платит не так, как европейский, там ни тысячи, ни две евро в месяц. А с чего себе стоимость-то складывается? Из оборудования, которые, чтобы запустить деньги, они закупили импортное оборудование. А скорее всего, что значит закупили? Взяли в лизинг на достаточно длительный срок, с определенным кредитом. Ну потом-то да. Дело в том, что оттуда-то привозят, из-за границы-то они же берут, закупают на молочных комбинатах. Там же производят не 10-15 килограмм в месяц, там производят 10-15 тонн. А наш фермер, он производит эксклюзив. Он вот сегодня... Ну понятно, все то же самое, как вы объясняли. Да. Небольшое производство дороже обходит закон экономики. Конечно. Вот у нас есть фермерское хозяйство в Завидово. Там такие вкусные сыры. Просто вообще не отличишь от импортных. Ну правда, хозяин, он ездил во Францию, он учился там. Ну и конечно у него будут эти сыры дорогие. А Рошка взять, у него сыр сейчас. Он долго-долго шел к этому, чтобы качественный сыр производить. И его практически на тверских прилавках не увидишь. Вся Москва ест сыр Рошка. Ну это так же, как... Вот я считаю, что самый вкусный мармелад Тверской области это Андреапольский. Даже не Лихославская мармеладная сказка. Но мы же не видим его на наших прилавках. Просто не тот объем. Он уходит за пределы Тверской области. Да, да. То есть абсолютно точно продукция, которая качественная, натуральная, вкусная, хорошо раскупается. Но очень часто, вот эта наша даже готовность купить, даже чуть дороже, она не всегда сельхозпроизводителями или пищевиками может быть удовлетворена. А если есть спрос, а они не готовы производить пока больше, ну как, естественно цену поднимут. Потому что, ну берут же. А это рациональное поведение, получить больший доход, своим же сотрудникам зарплату выплатить. Или, прошу прощения, оборудование дополнительное купить. Потому что сельхозники, как бы это ни парадоксально, они не о зарплате в первую очередь-то думают своих работников. Они-то думают о семенном фонде, о хранилищах, о переработке. Все то, что их риски снижает. Вы знаете, я не согласна с вами. А я была фермером. В первую очередь это рабочие. Мы продолжим этот разговор. В другой раз непременно. К сожалению, эфир подошел к концу. Спасибо большое, что нашли время. А, Светлана Викторовна, вам я все-таки желаю, может быть, получится. Вот то, что Галина Константиновна говорила, может как-то спасутся с принятия вот этого закона, а максимальные наценки, все-таки у нас депутат Госдумы, аграрий все-таки. И вы лучше понимаете специфику. Уж подскажите наше правительство, раз вот Галина Константиновна говорит, что за рубежом есть, а у нас нету. Что запретили сетевикам вот так взвинчивать цены, раз они у вас покупают за копейки, а все преподносится так, как будто аграрии наживаются. Ну да, 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 действительно так. И, конечно, мы очень много в аграрном комитете говорим об этом. Мы даже предлагали этикетки сделать, чтобы на этикетках было написано, что у предпринимателя закупили столько переработка, столько цена, и кто ж такое пойдет. Это конечная цена. Ну, чтобы люди понимали. Понимаете? Ну, а вот больше налогов с большей наценки, это социально справедливо. Так что выступите с такой инициативой. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о росте на продовольствие. Ну что ж, желаю вам найти продукты подешевле, когда пойдете куда-нибудь на ярмарки или в небольшие магазинчики. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин